Сегодня я предлагаю познакомиться с молодыми российскими художниками и дизайнерами, которые уже обратили на себя внимание. Например, их отметил российский журнал «Эль», а также известные бренды. Так что за их творчеством и развитием карьеры стоит следить прямо сейчас. Давайте посмотрим первую страничку, которая ведет Полина Осипова. У нее уже сейчас более 180 тысяч подписчиков. Девушка родом из Чувашии, но живет в Петербурге и называет себя жемчужным скульптором. Она вручную делает жемчужные корсеты с семейными фотографиями, кокошники с камерами наблюдения, фантазийные маски и многое другое. Полину уже заприметили в Гуччи. Известный бренд в прошлом году заказал у нее инстаграм маски, и девушка справилась на ура. Важная тема для художницы – чувашская культура. Она рассказывает о народных обычаях, использует традиционные элементы в своих арт-объектах и носит национальный чувашский головной убор. Я надеюсь, сейчас мы сможем посмотреть видео, где как раз представлены ее работы, очень оригинальные, необычные и в то же время действительно достойные внимания. Сложная ручная работа, яркие образы, и все это делается вручную. Вот так, казалось бы, и все-таки это заметили не просто даже в России, а в мире, и причем очень известный бренд. Да, в общем, прекрасные работы, за которыми интересно, правда, наблюдать. Давайте двигаться дальше, и следующий аккаунт. Посмотрим, страничку ведет Алина Глазун. Художница складывает свои арт-объекты из фишек известной игры эрудит и мелочей, собранных на барахолках. Например, из хрустальных капель от люстр, кисточек от штор, леопардовой обивки и многого другого. В общем, все, что найдет, все, что ей понравится, она использует. Кроме того, героями арт-проектов Алины иногда становятся ее коты. Их зовут Федор и Улисс. И, конечно же, у котов тоже есть свой инстаграм, но об этом, наверное, в другой раз. Я предлагаю сейчас полистать несколько фотографий. Это работы, которые были представлены совсем недавно на выставке в Московском музее современного искусства. Это часть проекта под названием «Транспаранты». Тоже здесь вот любимые ее буковки, которые она везде использует, только в другом масштабе совершенно. Вот такие работы она делает. Да, мне кажется, Алина раньше просыпалась под известную композицию. Я его слепила из того, что было. Ну, тем не менее, посмотри, как ярко, посмотри, как красиво. Да, красиво, красиво. Вот такая замечательная девушка. У нее пока не так много подписчиков, но я думаю, это скоро изменится. Ну, и последний аккаунт, который мы сегодня посмотрим, его ведет Мария Лунева. У нее 46 тысяч подписчиков. Девушка использует в качестве подручных материалов различные кактусы, микрозелень, горошины, виноградины, лепестки роз, гвоздики, георгины. В общем, природные в основном материалы. Из них Мария создает скульптуры и маски, а еще предлагает идеи для макияжа и нейл-арта. Специфические, конечно, образы получаются, но очень запоминающиеся. Да, Мария, по-моему, из древнегнийского означает «Дитя природы», если я не ошибаюсь, поэтому она соответствует. Вот видишь, как получается здорово. И я предлагаю посмотреть повнимательнее один очень яркий образ. Я помню, даже в журналах часто модных попадались какие-то такие прям подобные макияжи, но, конечно же, использую косметику. А тут вот все можно сделать без косметики. Ну, надо же, получается, можно с ней идти на день рождения и не дарить цветы. Нет, ты знаешь, наоборот, мне кажется, ей цветы точно пригодятся. Она обязательно их разберет на лепесточки и сделает какой-нибудь шедевр. Так что отличный подарок будет. Ну что ж, Кирилл, тебе предстоит выбрать какой-то один аккаунт, на который ты бы подписался. Если говорить лично про меня, но это мое субъективное мнение, я бы, скорее всего, выбрал аккаунт номер два. Там есть мне на что посмотреть, ну, то есть я все равно так или иначе интересуюсь искусством, творчеством. И мне нравится вот это проявление, когда из подручных материалов, ну и тем более, если мы говорим про ретро-капельки от люстр, это же святое. Поэтому я, пожалуй, выберу аккаунт номер два.